Нынешнее состояние Чуваш-Автотранса и перспективы его развития, выполнение программы переселения из аварийного жилищного фонда обсудили сегодня на заседании Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Госсовета Чувашии. Сейчас в рейс по республике выходят порядка 200 автобусов. Ежедневная выручка предприятия – 1,2 млн. Но она не покрывает расходы. Ежемесячная разница между доходами и расходами – 17 млн. О том, какой выход предлагает новое руководство Чуваш-Автотранса и депутаты – в репортаже Татьяны Молоковой. Непрофильные активы, огромный имущественный комплекс и несбалансированное штатное расписание предприятия не позволяют Чуваш-Автотрансу вылезти из долговой ямы. Предприятие задолжало 240 млн. Самому же перевозчику бюджет не выплатил более 120 млн. за перевезенных льготников в 2014 и 2015 годах. Предприятие коммерческое. Оно выполняло перевозку пассажиров по государственному заказу, по перевозке льготных категорий граждан. Однако оплату по числу перевозок оно не получило за 2014 и 2015 год. За 2016 год, я так понимаю, удалось убедить кабинет министров. И за 2016 год полностью все перевозки были компенсированы 134 млн. За 2014 и 2015 год была компенсация только в 50%. Вы представьте, какой бизнес будет работать, если на 50% будут компенсированы затраты. И здесь надо особенно обратить внимание, что Чуваш-Автотранс ничего не просит у бюджета того, что ему не полагается. То есть никакой маны небесной, никакого подарка не надо. Это не подарок, это сумма, которую необходимо оплатить за тех пассажиров, которые возили. Заместитель министра финансов Инна Волкова в свою очередь отметила, что бюджеты за 2014 и 2015 годы исполнены и нет механизма выплат субсидий за эти периоды. На сегодняшний день у нас есть иск в суде. Понятно, что Минфин не будет ставить палки в колеса для того, чтобы суд быстро посмотрел этот риск. Если вдруг суд примет решение в пользу Чуваш-Автотранса, естественно, механизм там будет применяться совсем иной, чем предоставление субсидий. Недавно назначенный директор Чуваш-Автотранса Сергей Фомичев отметил, что сейчас идет оценка потенциала предприятия. Механизмы улучшения работы есть. Сокращение сотрудников непрофильных специальностей, оптимизация маршрутной сети. Те маршруты, какие были 30 лет назад, они, по-моему, так и остались. Необходимо рассмотреть эффективность этих маршрутов, пересмотреть. Это мое мнение, и я уже начинаю над этим работать. В сентябре этого года завершается программа по переселению из аварийного жилого фонда. По данным заместителя министра строительства Александра Юсуповой, в четвертом этапе программы участвуют 8 муниципалитетов. В них заключены муниципальные контракты на строительство и покупку домов. Но особые опасения вызывает ситуация в Козловском и Шумерлинском районах. Депутаты решили создать рабочую группу, чтобы посетить проблемные объекты по строительству квартир для переселенцев из аварийного жилья. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика.